Елизавета Конева, доктор медицинских наук, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации МГМУ имени Сеченова. В Сухумской городской больнице специалист провела прием неврологических пациентов и пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Невролог-реабилитолог занимается восстановлением утраченных функций, лечением заболеваний нервной системы. Процент таких больных в нашей республике немал. Сердечно-сосудистые больные, которыми мы занимаемся, а у нас два таких отделения, это кардиологическое отделение и неврологическое, эти заболевания с большим процентом инвадилизации. То есть многие, большой процент, конечно, есть многие, которые возвращаются на свою работу, в свою среду, но от которой остается, им надо помощь, им нужна помощь. Но, к сожалению, эти вопросы еще недостаточно развиты у нас. И эта форма, я думаю, что послужит основой для развития реабилитации. Далее Елизавета Конева провела прием в Республиканском реабилитационном центре. Совместно с абхазскими специалистами были осмотрены дети с различными неврологическими диагнозами. Прием проходит хорошо, детей тоже много. Мы смотрим на выписки, и она из этого уже исходит, и смотрит дальнейшую после операции, какой результат до операции, после операции, какую работу мы здесь проводим. Что-то добавляет, что-то может убрать. Диагнозы наших врачей совпадают, что она говорит? Все консультации были согласованы к специалистам, записывали наиболее нуждающихся в помощи пациентов. Дальнейшая рекомендация, тактику ведения этих детей, лечебную тактику ведения этих детей, в наше видение со специалистами совпадает. Поэтому, конечно, большое количество детей, которые нуждаются в реабилитационной помощи и поддержке, они ее и в Республике получают. Безусловно, нужны высокотехнологичные курсы реабилитации, которые должны периодически проводиться этим детям. Но в полном объеме помощь высококлассная, она есть, и я восхищена специалистами, которые работают в детском и республиканском центре. Сейчас мы смотрим деток, и это такая первичная консультация, обмен мнениями о детях и дальнейшие пути взаимодействия, для того, чтобы дети могли выезжать, в том числе, на какой-то высокотехнологичный специализированный центр реабилитации. Пути этого мы будем обсуждать с Минздравом, и пути маршрутизации этих детей, они, конечно, должны быть. По итогам медицинского форума и консультаций планируется дальнейшая совместная работа в плане образовательной и лечебной деятельности. Продолжение следует...